Здравствуйте дорогие друзья! И сегодня я хочу с вами поделиться рецептом невероятно вкусного кокосового бисквита, который отлично подойдет для торта Рафаэла. Уверена, что данный рецепт вам понравится. Ну что же, не буду вас томить, давайте будем начинать. Для бисквита нам понадобится 6 яиц, 200 грамм сахара, 250 грамм муки, щепотка соли, 10 грамм разрыхлителя, 60 грамм кокосовой стружки мелкого помола, 30 грамм сливочного масла и 60 грамм молока. Яйца смешиваем с сахаром и отправляем взбиваться в миксер приблизительно на 10-15 минут, чтобы яйца побелели и превратились в плотную устойчивую маску. Сколько будет взбиваться, будет зависеть от вашего миксера. У меня миксер 900 ватт. Кокосовую стружку дополнительно измельчаем в кофеволке, либо в блендере. Благодаря этому бисквит получится более ароматный, а кокосовая стружка будет в бисквите чувствоваться намного меньше. Смешиваем с разрыхлителем и кокосовой стружкой до полной однородности. Молоко объединяем с маслом и разогреваем в микроволновке, либо на плите, тут как вам удобно, до того момента, чтобы масло полностью растворилось в нашем молоке. Как только яйца с сахаром взбились в хорошую устойчивую яичную массу, начинаем добавлять наши ингредиенты. Начинаем с муки. Ее мы добавляем сразу за один заход. Данный бисквит не любит долгого вымешивания, поэтому как только ввели всю муку, берем венчик и делаем вращательное движение для того, чтобы мука как можно быстрее объединилась яичной массой. Но до полного объединения вымешивать ничего не нужно. Сделали несколько вращательных движений, после чего добавляем сливочное масло, растопленное в молоке и вымешиваем уже до однородности. Масса должна получиться плотной. Если она у вас стала жидкой, значит скорее всего вы сделали что-то неправильно. Тесто делим на две формы диаметром 20 сантиметров и выпекаем при температуре 160 градусов в течение 30 минут. Потом понижаем температуру до 140 градусов и выпекаем еще 15-20 минут. Зависит от вашей духовки. Проверяем на сухую зубачку. В итоге у вас получится вот такой красивый ровный бисквит, который будет иметь очень нежную влажную структуру. Надеюсь, что данный рецепт вам понравился и вы поставите ему свои лайки. Также буду конечно же ждать ваших комментариев. Ну и как всегда, если вы были со мной впервые, значит обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не упустить новых видео. На сегодня все. Всем пока-пока!